Всем привет! Хочу показать хорошую задачку по 11 центов. Вот она в списке так выглядит. 115, 6, 11, 111. Переходим на задачку. Так, переводим инструкцию на русский язык. Тут автор нам немножко зарядил подлянку с инструкцией, потому что изначально инструкция была об одном. Сейчас он ее поменял и многие люди вылетают с этой задачки благодаря новым инструкциям. Изначально инструкция гласила нам, что отмечать сайты когда и если у нас сайт идет о текущем каком-то событии. То есть политика, новости, все что в нынешнее время происходит, это сайт отмечается когда. Остальные все продажники и все такое, что старое и ни о чем, то мы ставим нет. А он сейчас сделал инструкцию про правительство. Если почитать, то можно влететь на ошибки. Ну что, поехали выполнять. У нас дается кнопочка. Вот, нажать. Мы переходим на сайт. Должны определить, относится он у нас к событиям или нет. Так, открывается сайт. Переводится на русский. Крутим сайт чуть-чуть ниже. И видим, что у нас здесь продажа домов. Цены на дома. То есть к текущим событиям и к политике ничего не относится. Закрываем эту вкладку. И отмечаем, как нет. Идем дальше. Нажимаем на ссылочку. И смотрим, про что сайт. Переводим на русский. Опять переводим на русский. Переводится. Ждем. Так. Террорист просит Пуджаре, говорит Моди. Смотрим статья. Семнадцатым годом, второго августа. То есть не так давно статья опубликована. То есть это текущее событие. А отмечаем этот сайт, как да. Идем дальше. Тут сразу видно, что это сайт продажник. Одиннадцать долларов. Ставим нет. То есть он не относится ни к каким событиям. По меню у нас видно, что есть кнопка Ньюз. То есть новостной сайт. Речь идет о Трампе. То есть это наша сегодняшняя жизнь. Что-то обсуждают Трампа. Можно даже и не переводить. Понятно, что сайт о политике новостной. То есть все о текущих событиях в мире. Значит ставим сайт как да. Идем на задачку. И отмечаем да. Идем дальше. Опять сайт продажник. От 800 долларов продается какая-то бляшка. Непонятного происхождения. Возвращаемся на работу. И отмечаем как нет. Идем дальше. Так, опять же. Тут у нас про какой-то альбом певческий. Рок треугольник или птица. Тут описывается какая-то непонятная тема. Но это не относится у нас к текущим событиям. Идем на задачку. И отмечаем как нет. Сайт не касается ни политики, ни текущих событий. Ставим нет. Едем дальше. Так. Вот такие косяки мы не отмечаем как третий вариант. Ух, ох, у нас тут типа страница не открылась. Но мы видим меню. У нас есть сайт. У нас есть меню. News, спорт. То есть это новостной сайт какой-то. Просто у нас неадекватно загрузилась страничка. В этом случае я ставлю сайт как да. Потому что он рабочий. Он нам не дал отворот-поворот. То есть он загрузился. Просто конкретная страница не загрузилась. И последний вопрос. Так. Тут тоже вариант. Вот вроде бы сайт такой как бы носит. Но мы смотрим. Дата публикации. 24 февраля 2011 года. То есть это статья динозавра. Очень устаревшая. Никак не может быть она о текущих событиях. И о нашей политике на сегодняшний день. Поэтому мы отмечаем этот сайт как нет. Уже очень старая тема. И отправляем. И получаем. Я надеюсь 100%. Вопреки инструкциям автора. Получаем 100%. Поэтому хочу сказать людям, которые выполняют эту задачу. Жалуйтесь в КФ на эту задачу. Потому что автор заведомо ложные показания нам дает. Он инструкции исковеркал. Которые вгоняют. Потому что если бы мы делали по инструкции. Эту задачу. То мы бы сейчас с нее вылетели. Едем дальше. Давайте посмотрим дальше задачу. В инструкции у нас написано. Все. Отмечаем да. Все что относится к правительству. Мелкому. Где-то в каком-то регионе. Там. Какая-то власть приняла меры. Там какие-то. Перетрубации сделала. И кстати написано. Что. Если сайт о политике. То надо ставить нет. А у нас все сайты о политике. Проходят как да. Так. Что у нас тут. Загрузки какие-то. Аппаратная версия находится рядом. Тут короче сайт. О каких-то загрузках. То есть. Никакого. Сегодняшнего. Текущего события нет. Это могло быть. Давно. Тут что-то рекламируют. Предлагают. Мы ставим этот сайт как нет. Идем дальше. Так. Тут похоже уже. Вот. Меню видно. News. Policy. Короче. Новостной сайт. Смотрим. Дата у нас 11. 1 ноября 2017 года. То есть. Это свежие какие-то новости. Трамп фигурирует сбоку. Все. Если прокрутить. Это новостной сайт. То есть. Это текущие жизненные события наши. Значит. Мы ставим это как да. Вот. Тут конкретно политика написана. Вверху подчеркну. Мы сейчас на вкладке политика. Автор нам говорит. Что если о политике речь идет. То надо ставить нет. А мы ставим да. И будем 100% правы. Вот за это нам надо и жаловаться в КФ. Потому что авторы специально косячат в инструкциях. А мы страдаем. Бедненькие такие. Вот. Опять же. News. Есть у нас вкладка News. У нас новости. Тут что-то полицейская мигалка. Где-то что-то произошло. Теракт какой-то. Не важно. Можно даже не переводить. Можно сразу ставить да. Потому что это свежие новости какие-то. Пусть даже не сегодняшним днем. А в ближайшее время. Вот. Тут много всяких новостей. Поэтому мы идем на работу. И нажимаем кнопку да. Идем дальше. Уже вижу, что какие-то новости. Дата. 17-й год. Не важно. 11-е ноября. Пусть сегодня 3-е декабря. Но новости не такие старые. Но новости. Можно даже не переводить. Ставить сразу да. События все равно описываются. А если попорпаться по всему сайту. То 100% мы найдем и свежие события. Смотрите. Тут что у нас. Спортивный какой-то сайт. Смотрим. Тут бы желательно перевод сделать. Заголовок читаем. Нам главное, чтобы это было событие. Страна стеклоподъемники. Опрос. Где грузия занимает неделя 10. Можно прокрутить чуть ниже. Подстричь дату публикации. Ниже еще смотрим. Тут у нас таблица каких-то матчей, видимо. Хотя это может быть и не текучие события. Это может быть просто как сайт по статистике спортивного какого-то варианта. Таблица рейтингов всяких. Так, так, так. Грузия занимает второе место в последнем вопросе. Страна стеклоподъемники. Грузия. Блин, вот перевод. Грузия дебютировала. Это у нас как факты какие-то перечислены. Ну, в принципе, это можно отметить как нет. Потому что это не новостной сайт об общих новостях каких-то происходящих в мире. А конкретно на тему конкретного вида спорта какого-то. Поэтому мы поставим. Не будем мы переводить его. Мы поставим его как нет. Бульдоги Доджерс. Это чисто как идет конкретно сайт по конкретной команде какой-то. По определенному виду спорта. Это не обобщающий сайт. То есть нету тут общих новостей какие-то конкретно направленный сайт в каком-то конкретном деле. Поэтому мы отметим его как нет. Может быть, я где-то и не прав. Мы сейчас это проверим. Но я все-таки больше склоняюсь, что это так. Поехали дальше. Так. Опять у нас какой-то сайт. Но нету меню новости. Этот сайт может быть конкретно одного направления какого-то. То есть не относится к текущим событиям. Тут я вижу очень много скачать всего. PDF и там что-то на какую-то конкретную тему. 100% ставим нет. Потому что это не новостной сайт. Идем на работу. Ставим нет. Главное не перепутать кнопки. Грузись, а давай быстрее. Шаба тихо. А ты смотри, этот сайт издевается над нами, что ли. Так. Сайт не удается открыть. Не будем мы его перегружать. Мы идем на работу и отмечаем его как нет. Потому что он у нас не открывается вообще. Нет. Не ставим нет, а ставим недействительный. Да. В таких случаях мы ставим недействительный. Поехали дальше. О, Ленин. Вология. Так. 7 ноября 17. У нас свежая статья. Комментарии. Крутили вниз. Посмотрим, что у нас там пишет. Так. Что-то у нас про Володьку пишет. Крутим в самый низ. Смотрим, есть ли у нас еще какие-то статейки. Вот у нас есть трейдинг какой-то. Я так полагаю, что это у нас в любом случае новостной какой-то сайт. У общего пользования. Не конкретно про Володьку. Поэтому мы ставим да. С Богом. И я, и... Сто процентов. Вот он, автор какой. Нехороший редиска человек. Врет нам в инструкциях. Идем дальше. Будем делать опровержение. Ньюс. Кнопка есть. Все. Это новостной сайт. Сто процентов. Тут у нас есть все текущее. Идем назад и ставим кнопку да быстренько. Медля. Так, что за цветной сайт. Ньюс. Кнопка Ньюс у нас присутствует. Значит, у нас есть новости. А новости не могут быть старыми. Ставим кнопочку да. Вижу Трамп. Трамп. Трамп однозначно да. Потому что это свежие новости. Кто-то его гнобит. Кто-то лелеет. Так, что у нас открылось? Тут что-то у нас непонятное. Я не вижу кнопки новости. Переводим на родной язычочек. Так, критические очерки смысл 4 июля Негра. Ух-ух-ух. Загнули-то как. Короче, у нас тут ничего походу нету свежего и нового. Новостей у нас нету. Сайт может о чем угодно быть. Поэтому мы ставим его как нет. Повествование о жизни Фредерика. Это просто биография какая-то. Так, домашняя. Туда-сюда. Вот опять же, у нас в меню вверху нету ни одной кнопки новости. То есть, это сайт направленного действия. Офис шерифа округа Даллас. Дуглас. Калифорния. Дата воскресенья. Тут тупо что-то какие-то. Какая-то констатация района. Так, арестованное агентство. Пронирование даты. 13 октября. А ну-ка мы нажмем на любую из этих статей. Посмотрим, что у нас тут. Так, а ну-ка меню. Услуги. Услуги. Правоохранение библиотекой. Закон. Ну, это точно сайт конкретно по какому-то округу идёт. Нет. Ну, это точно, наверное, не о текущих событиях. Что нового я хочу? Онлайн-сервисы. Последние новости. Последние новости. Дуглас новости. Хотя, в принципе, тут тоже есть текущие события. Четверг, 30 ноября. Ладно, мы поставим его когда? Есть у нас события всё-таки. Опять какая-то юрлогистика. Аборт, усыновление, реклама, позитивные действия. Афганистан подсета. Тема обзора. Домашняя. Натчёт хронология текущей ситуации. Обзор. Американцы, особенно молодые люди, меня не верят. Хочу никуда-либо удивить, что брак не ходил и не дошли. Последнее сообщение. Приятная готовность к будущим угрозам. В принципе, в принципе, тут тоже есть события у нас текущие. Хотя это сайт вроде не особо новостной, но разносторонний. Наверное, мы отметим его когда. Есть, конечно, кое-какие сомнения, но... Так, ну тут точно какой-то заголовок у нас явно свежий. Так, 24 ноября. Да, кто-то выступает, кто-то что-то говорит. Ставим когда. Много разных новостей и событий, которые творятся в мире. Поэтому мы его отмечаем когда. Гоу. Так, ну тут видно. Если есть кнопка News, то это однозначно. Однозначно да. Один месяц назад пофиг. Вон, Latest News. Это последняя новость. Сбоку там куча. Два дня назад. Все это сайт новостной. Ставим да. Поехали. Проверим сейчас смекалку. Нашинскую. Ай да Юрка, ай да молодца. Поехали дальше. Андрюха. Хир. Так, Якобс Вольфхаус. About. Так, ну тут походу какие-то старые события. Это биография кого-то Якобса. Который кофе нам, наверное, продает до сих пор. Так, Джон Джейкоб Волка. Крутим вниз. Посмотрим, что нам пишут. Ладно, идем по другой кнопке. Посмотрим, что нам там пишут. Так, ну тут события походу. Свость программы. Соединенный. Блок. 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 Значит, ставим когда. Так. Июль 16-17 года. Новость старая. Но она новость. Это событие, которое произошло в июле 17-го года. Не так давно. Поэтому мы нажимаем кнопку Да. Потому что событие имело место быть не так давно. Назад. Перескочили мы одну. Вот так. Гоу. Тут надо перевестить. С помощью интерактивной избирательной карты особенный совет. Если у вас пользуется в прошлом, он может и заметить. Так, ну тут какой-то чёс. Это точно не событие. Нет. Или да. Электион-Ньюс. Второе декабря. Так. Председатель Сандро Леон Пенси Демократ. Да. Поставим когда. Свежая новость. Декабрём месяцем. Кто-то что-то там издал. Новости ноябрём. Что-то происходит. Политика. Ставим «Да». Ставим «Да». Описываются какие-то события. Происходящие в мире. Ну тут явно аж кричит в глазах. Новости. 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 Что-то продажников мало попадается. Так. Тут уже что-то подозрительное. Переводим на русский. Апрель пятнадцатого. Что-то старенькое у нас. Но это может быть как сайт биографии. Как это. Конкретно что-то о чём-то. Ну явно не о теперешних событиях. Тридцать редких цветов. Всё. Это ставим как нет. Это не то. Ну тут однозначно. Однозначно «Да». Трамп нам поможет. В решении этой задачи. Опять «Трамп». Десятое ноября. Однозначно «Да». Отправляем. Я же говорил, что автор не прав. Сто процентов четыре задачи выполнили. Вопреки его инструкциям. Так что ставим лайки. Не забиваем. Не жадничаем на лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok